МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. С любовью к книгам! Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирать или не выбирать? Сегодня в Чебоксарах обсуждали возможность выборности глав муниципалитетов. Экспедиция инженерных войск. В Чебоксары прибыли участники перехода 5000 километров по водным путям России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечером 26 мая в Чебоксарах с балкона 10 этажа выпал двухлетний ребенок. Малыш погиб. По предварительной информации, ребенок остался в одной из комнат без присмотра взрослых. В прокуратуре Чувашии по данному происшествию организована проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, которые не обеспечили безопасное нахождение ребенка в данной квартире. Проверка, проводимая следственными органами, также взята на контроль органами прокуратуры. К сожалению, это уже далеко не первый случай падения детей из окон квартиры домов в текущем году. Всего зафиксировано уже 12 таких фактов, что в разы больше, чем за 5 месяцев прошлого года. В очередной раз хотим обратить внимание родителей на то, что открытое окно без специальных запорных устройств всегда опасно для малолетнего ребенка. Тем более, если рядом с ним стоят стулья, кресла или столы, на которые без проблем сможет взобраться ребенок. В этот раз именно так все и произошло. Жители республики, просим не оставаться в стороне. Если вы увидите детей, находящихся рядом с открытыми окнами, немедленно сообщите в полицию по телефону 02 или 112. Профилактика бесконтактных хищений и организация безопасного летнего отдыха детей. Эти вопросы стали главными на общественном совете при МВД Чувашии. Чем больше совершенствуются цифровые технологии, тем изощреннее становится бесконтактное хищение. 29% всех правонарушений связаны с IT-технологиями. За 4 месяца текущего года на уловки мошенников попались более 800 жителей Чубаксар. Они перевели преступникам порядка 70 миллионов рублей. Злоумышленники звонят и представляются как банковскими работниками, так и сотрудниками правоохранительных органов. Главное, никому нельзя сообщать реквизиты своей карты и вступать в диалог с мошенниками. Если сомневаетесь в целостности своих средств, лучше дойдите до ближайшего отделения банка и проконсультируйтесь с реальным сотрудником. Без бдительности граждан уменьшить количество бесконтактных хищений невозможно, а вернуть потерянные средства владельцу бывает очень сложно. Трудность возникает с тем, что денежные средства в основном уходят сейчас на электронные кошельки. То есть, если ранее при зарождении данного вида преступлений в основном использовались банковские карты, что позволяло в конечном итоге при проведении оперативно-расследовательных мероприятий отслеживать перевод денежных средств. Сотрудниками подразделения по IT-технологиям проводились мероприятия. Значит, была задержана группа лиц, которая совершала мошеннические действия не только в нашем субъекте, но и в субъектах других Российской Федерации. Значит, в настоящее время данная группа задержана. Документируется их преступная деятельность. Уже доказано более 26 эпизодов только по нашей республике. Со дня на день у школьников начинаются летние каникулы. Общественный совет при МВД держит на контроле организацию детского отдыха в республике и отмечает самый эффективный способ профилактики подростковой преступности – максимальное вовлечение их в организованные досуговые мероприятия. Пожалуй, давно на площадке Государственного совета Чувашии не было такого единодушия. Сегодня там прошли парламентские слушания на тему прямые выборы глав муниципалитетов – за и против. Мнение депутатов и общественности слушала Татьяна Молокова. Автомобиль быстрее доедет к цели, если им будет управлять один водитель. Эта фраза председателя общественного совета при главе Чувашии Натальи Портасовой стала лейтмотивом мероприятия. Вопрос о выборности глав муниципалитетов и одноглавой системе, когда у власти не глава и сити-менеджер, а один человек, широко обсуждается в Чувашии с прошлого года. Во многих районах уже прошли публичные слушания, высказывались разные мнения. Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющимися участниками общественного слушания, мнения, как уже было сказано, то есть однозначного нет, но большинство населения хочет, чтобы видеть в лице одного человека. И они считают это более демократичным. Сейчас по республиканскому закону практически во всех муниципалитетах возможно выбирать глав всенародно. Главное обозначить это в уставе. Лишь в Чебоксарах, Канашино, Чебоксарске, Алатаре и Шумерле главы городов по закону выбираются из состава депутатов. А глав администрации выбирают по конкурсу. Большинство представителей политических партий высказались за смену формы организации местного самоуправления. Глава администрации и глава города, они должны быть в одном лице. То есть этот человек должен быть в одном лице и должен быть избран на прямых выборах. Если будет прямое волИ изъявление народа, человек будет понимать, что его избрали, понимает, что его избрал народ, понимает свою некоторую независимость и в первую очередь и самое главное ответственность перед тем населением, которое собственно избрало. Поэтому мы за прямые выборы глав муниципальных образований и городов. Во время публичных слушаний высказывалось мнение, что двуглавая система управления муниципалитетом. Непонятно большинству населения. Люди порой не знают, к кому обращаться за решением вопросов. Люди путаются, что такое сити-менеджер, что такое глава города, глава администрации. Даже такого слова не знают, что такое люди сити-менеджер. И поэтому надо на самом деле сделать, чтобы был один руководитель, и чтобы люди могли понимать, к кому обращаться и что решать. Есть голоса и за, и против. Действительно, есть и плюсы, и минусы. Я, в принципе, и за. То есть я прекрасно понимаю проблему двух власти. За как бы единоначали. Это понятно, это такая вертикальная схема, которая многое, скажем так, определяет. Но еще раз хочу сказать, что здесь очень важно выстроить систему. Очень внимательно будем слушать все мнения. И я думаю, что соглашаться с тем выбором муниципального образования. Участники публичных слушаний приняли ряд рекомендаций. Профильный комитет Госсовета разработает проект закона о вариативности избрания глав. А в муниципалитетах решат, в каком порядке будут формироваться органы власти, исходя из интересов населения и с учетом местных исторических традиций. Но принимать этот закон, видимо, будут уже депутаты нового созыва. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Масштабный ремонт дорог в рамках национального проекта. И речь не только о городских магистралях, но и тех, что соединяют деревни и поселки. Есть места, где восстановление проезжей части жители ждали десятилетиями. Ну а цифры говорят сами за себя. В планах до конца этого года отремонтировать порядка 97 километров автомобильных дорог Чувашской Республики. В этом году в Республике в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется капитальный ремонт 40 дорожных объектов. Специальная комиссия во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимиром Осиповым начали проверку качества выполняемых работ с автомобильной дороги Калинина-Батырево-Яльчики. Данная дорога построена в 1960 году. В 1980 году она ремонтировалась участками. И вот данный участок именно не ремонтировался с 1980 года. Контракт с подрядчиком подписан на два года. Спустя это время дорогу от Комсомольского до поселка Ибреси, известную своим плохим покрытием, наконец отремонтируют. Да еще и по новой технологии холодной регенерации, то есть переработки материалов. Ну в данный момент мы разбираем асфальтобетонное покрытие. Потом пойдет разборка дорожной одежды и устройство дорожной одежды. Это стабилизирующий слой с добавлением нового материала 7 сантиметров. И с добавлением минерального вяжущего это у нас 4% цемента. После чего мы кладем черный щебень. В этом году мы пройдем полтора километра по покрытию и всей искусственной сооружению. Также в этом году продолжается капитальный ремонт таких наиболее крупных объектов, как автомобильная дорога Марпасад-Волга-Козловка Маринско-Пасадского района и дорога Ахматова-Ордатова в Алатырском районе. На этот год предусмотрено на ремонт 2 миллиарда 580 миллионов рублей. За эти деньги мы должны отремонтировать порядка 97 километров автомобильных дорог. Специалисты обещают контролировать и качество работ, и состояние дорог в гарантийный период. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В селе Шигардан Батаревского района скоро появится новая врачебная амбулатория. Она будет обслуживать около 2000 человек. В отличие от фельдшерско-акушерского, где оказывается только доврачебная помощь и выполняется некоторые назначения врача, врачебная амбулатория больше похожа на микрополиклинику. В зависимости от количества прикрепленного населения она укомплектована штатом врачей. В Шигарданской амбулатории, в частности, будет принимать врач общей практики. Постоянно. Педиатр и гинеколог по графику. Кроме того, откроется процедурный кабинет, где можно будет сдать анализ крови, кабинет вакцинации, ЭКГ, дневной стационар. На эти цели выделено более 20 миллионов рублей. Строительство, согласно графику, производства работ, составлены календарные планы. С этих планов не будем отходить. Сейчас первый этап фундамента заканчиваем. Дальше продолжается каменная кладка, стены, кровли. Ввести медицинское учреждение в эксплуатацию планируется в декабре этого года. В этом же году в Батровском районе построят пять фапов и еще одну врачебную амбулаторию в Сугутском сельском поселении. До конца 2025 года программа модернизации первичного звена предусматривает строительство в муниципалитете еще шести врачебных амбулаторий. Инесса Потапова, Александр Отяков, Республика. В Чувашии активно ведутся работы по подкормке яровых. На данный момент в республике уже внесены удобрения на площади более 10 тысяч гектаров. На одном из предприятий Цивильского района вовсю идет подкормка яровой пшеницы. Пшеница элитного сорта «Йолдыс» на этом поле занимает более 200 гектаров. Это только ранние посевы. Ранние посевы уже начали вступать в фазу кущения и пора подкармливать. Мы на сегодня подкармливаем сульфонитратом, аммонием. Урожай планируем не ниже 40 сантиметров с гектаром. Всего подкормкой яровых в филиале занимаются четыре агрегата. На каждом по три специалиста. Механизатор, водитель и сельщик. Александр Григорьев – механизатор почти с 40-летним стажем. С детства я начал работать сельскому хозяйству. Две дни с утра и до вечера, до ночи работаем в поле, а зимой готовим технику на весенние полевые работы. На сегодня предприятие приобрело более 1300 тонн минеральных удобрений для подкормки яровых. Пока обработано 850 гектаров. Ульяна Питакова, Александр Атеков, Республика. Отдохнуть от войны. Дети и их родители из Донецкой Народной Республики приехали на экскурсию в Чувашию. Организаторы путешествия познакомили гостей с историей и достопримечательностями столицы. Проект «Помощь детям Донбасса» был запущен в Республике еще в 2019 году. Все это время благотворительный фонд «Время помогать» привозил в Чувашии детей из города Горлутка на лечение в реабилитационный центр. В этом году у пострадавших от военных действий появилась возможность приехать большой группой в 50 человек. 30 из них – дети. По пути гости познакомились с городами Болгар и Казань, Республики Татарстан. Это очень сложный проект. Получилось провести их по стольким регионам, полстраны за неделю получается, и организовать им такой досуг, чтобы реально дети с родителями могли отдохнуть от войны, потому что там у них ситуация действительно очень сложная. Программа обширная. Детям организовали экскурсию по городу, показали наши храмы, набережную и Красную площадь, а затем пригласили в театр юного зрителя. Это неоценимая помощь для деток, которые не видят, они вынуждены жить 7 лет в состоянии войны, они лишены детства, и ваша добрая воля – это очень важно. Нас не оставляют ни на минуту, ну вот в одиночестве задуматься о том, что все печально. С детьми постоянно работать. Гости побывали и в музее космонавтики в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района. И власти, и представители общественности Чувашии готовы и впредь оказывать ребятам из Донецкого региона всемирную помощь. Я надеюсь, что эта встреча будет не последняя. И очень бы хотелось, чтобы они увезли с собою не только подарки, и не только сладости, да, Чувашские наши, которыми мы гордимся, но и ощущение детства, понимание, что мир прекрасен, и все возможно в этой жизни. Встать на учет как безработный и получить информацию о вакансиях или социальной помощи жители отдаленных деревень могут и в своем населенном пункте. Сегодня в республике работает 12 мобильных офисов центра занятости. Подробнее о новшестве в нашем следующем материале. В пяти деревнях Мачарского сельского поселения чуть более тысячи человек. Трудоспособные граждане в основном выезжают в Москву на заработки. Конечно, многие из них хотели бы работать в родном районе и жить не разлучаясь с семьей. Иногда подходят и спрашивают, где найти вакансию, где можно работать. И мы им предлагаем идти в центр занятости населения в город Ядрин. Некоторые устраиваются. В этот раз работники центра занятости сами приехали в деревню. Наличие мобильного офиса позволяет оказывать помощь в любом месте. В этом году состоялось 12 выездов мобильного офиса. В основном это были профориентационные мероприятия, организация временного трудоустройства подростков и информирование работодателей о возможности частичной компенсации затрат на оплату труда при трудоустройстве безработных граждан. Побывав на приеме в мобильном пункте центра занятости, жители Мачарского поселения неожиданно для себя выяснили, что в Ядринском районе около 200 вакансий. Только в прошлом году через центр занятости было трудоустроено около 400 человек. Но больше всего их заинтересовала возможность подписания социального контракта. С этого года помощь от государства можно получить и на развитие личного подсобного хозяйства. Раньше я ездил в Москву на заработки, как бы на стройку. Времена идут, уже больше 30, как бы хотим дальше развиваться у себя на родине. Заинтересовал вопрос такой личного подсобного хозяйства, землю на себя оформить и как бы развиваться. Здесь предложили заключить социальный контракт и будем работать в дальнейшем. Помощь в поиске работы, социальная поддержка, возможность обучения как для безработных, так и для предпенсионеров или женщин, находящихся в декрете, профориентации для школьников. Многие не представляли, что центр занятости оказывает такую разностороннюю помощь. Поэтому информация оказалась полезной всем. Обязательно расскажем соседям и детям, отметили участники встречи. Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня Общероссийский день библиотек. Праздник важный и значимый, учитывая, какую титаническую работу проводят библиотекари, чтобы приучить современных детей читать книги. Герой нашего сюжета Алексей Кузьмин в этом весьма преуспел. К 25-летнему библиотекарю все обращаются не иначе, как Алексей Германович. Во-первых, в культурных учреждениях так принято. А во-вторых, и в главных, за несколько лет работы он успел заслужить авторитет как хороший специалист. Он всегда умеет находить что-то интересное, необычные форматы для того, чтобы внедрить это в своей деятельности и в обслуживание читателей самого разного возраста. И детей, и молодежи, и, конечно, взрослого населения. Им создан виртуальный альбом, который рассказывает о трудовом подвиге наших земляков, строителей сурского оборонительного рубежа. В детстве Алексей Кузьмин очень любил читать. Посещал сразу несколько библиотек. Он проглатывал книги настолько быстро, что библиотекари поначалу заставляли его пересказывать содержание. Но потом поверили и даже вручили диплом, как самому читающему читателю. Такую же любовь к литературе Алексей постарался привить и младшим родственникам. Когда я учился в институте культуры, я очень часто ездил к детям, к своей сестре, к племянникам своим. И очень любил с ними играть. Как сказать, мы даже с ними, как сказать, разные конкурсы проводили, так скажем, с сестрой. Даже бывало такое, чтобы заинтересовать их тоже читать, писать и развиваться. Алексей и сегодня с удовольствием общается с маленькими читателями. Проводит для них тематические вечера, готовит выставки. Много сил вкладывает в электронное собрание писателей-чувашей детям, создаваемое коллективом Республиканской детско-юношеской библиотеки. Я, конечно, и с читателями сижу, да и занимаюсь, но мы еще выигрываем разные гранты, проекты. А еще Алексей Кузьмин увлекается краеведением и с удовольствием знакомит своих читателей с историей и достопримечательностями малой родины. Он учится в Ульяновском магистратуре по специальности туризм, а свои курсовые внедряет в работу. Именно он создал на платформе Изи Тревел виртуальную экскурсию по Чувашии, которую смотрят не только читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки, но и все, кому интересна наша республика. Елена Гальперина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии идет подготовка ко Дню Республики. Главными площадками празднования в этом году станут Чубаксары и Шумерлинский район. Там к июню должны обустроить Парк Победы, отремонтировать дороги и установить детские площадки. Наша съемочная группа выехала на место и оценила ход подготовительных работ. Главной площадкой празднования Дня Республики в Шумерлинском районе выбрано село Туваны. В самом центре села будут проведены масштабные работы. Благоустроен сквер Победы, отремонтированы дороги, обустроены тротуары. Площадка будет разделена по направлениям. Выставка мастеров, дворики сельских поселений, торговые ряды, сцена для выступлений. Грант был выделен Республикой. Мы, кроме этого, еще 10 объектов реализовываем. Мы с вами были в деревне Шумерли. Там 4 объекта. Также такие объекты, в основном, они идут на ремонт парковых территорий, посвященных воинам, участникам Великой Отечественной войны. Такой же парк ремонтируется в Юманайском сельском поселении. В Тарханском сельском поселении работы в Тарханах завершены. Здесь у нас две площадки, мы уже видим, тоже будут отремонтированы. Кроме этого всего, нам Республика выделила большие средства, более 60 миллионов за счет Дорожного фонда, на обустройство наших, как я называю, межпоселенческих дорог. Из 10 миллионов выделенного гранта, более 5 миллионов пойдут на благоустройство деревни Шумерля. На эти средства проведут модернизацию уличного освещения, установят детскую площадку на территории школы, обустроят парк Победы. Здесь будет располагаться, значит, на площади 230 квадратов брусчатка двухцветная. Будут установлены два монумента. С левой стороны монумент Павшим воинам, с правой стороны труженикам тыла и строителям сурского рубежа. Также будет проведено озеленение, цветники, освещение, лавочки, урны. Кованое ограждение уже готово. Сейчас планируем произвести его установку. Параллельно идет подготовка к торжеству. В День Республики на главной сцене выступят творческие коллективы, известные артисты и музыканты, гости из соседних республик. Планируется, что в дальнейшем площадка в центре села Туваны станет культурным центром для жителей района. Здесь будут проводить фестиваль «Истоки цивиля», «День кино» и другие мероприятия. Все работы по благоустройству должны завершиться к празднику 24 июня. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксары прибыли участники перехода 5000 километров по водным путям России. Свою акцию они посвятили памятной дате российской истории – 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Подробнее в следующем сюжете. 5000 километров по водным путям России – уникальная экспедиция военных инженеров. Внизе действовано более 100 человек и свыше 100 единиц военной и специальной техники. В процессе перехода по речным путям один из так называемых «понтонов» плоскодонных судов пришвартовался в Чебоксарах. Здесь проходит выставка достижений инженерных войск. Мины, досмотровые устройства, снаряжение – это и многое другое можно увидеть своими глазами. Надо отдать должное сегодня этим ребятам, которые водрузили вот такие, соорудили такие понтоны, и на которых представлены прекрасные экспозиции, фактически привезенные прямо из Пальмиры, из Карабаха, из других мест, где можно увидеть, как оно все выглядит на самом деле. И еще раз вспомнить, что да, война Великой Отечественной началась 80 лет назад, и слава Богу, силами нашего советского народа, таких героев, которые отдали свои жизни, мы это прошли. Это мероприятие несет духовно-нравственный и патриотический характер, и сегодня наши детишки смогут непосредственно своими руками потрогать это и убедиться, насколько еще раз подчеркну, сильна наша вооруженная сила и российская армия. Стартовали понтонные подразделения инженерных войск в Муроме. После Чебоксара побывают в Казани, Ульяновске, Самаре и Саратове. Без швартовки они пройдут почти 2000 километров. Конечной точкой станет Волгоград. Это главные новости Чувашии в четверг, 27 мая. До свидания.